Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Что такое куклотерапия? Как куклы помогают решить психологические проблемы детей и родителей? И как любой недостаток можно возвысить до уровня достоинства? Сколько тем мы обсуждали в этой студии, не сосчитать. Сколько путей искали, чтобы решить проблемы детской застенчивости, агрессии, страхов, неусидчивости и так далее и тому подобное. И вот не так давно я узнала, что есть методика, которая помогает справиться практически с любой проблемой. Так не бывает, скажете вы. Да я и сама не верила. Поэтому отправилась на занятия по этой методике со своим ребенком, со съемочной группой, естественно, чтобы и вы тоже все увидели своими глазами. Признаюсь, я была действительно удивлена простоте, на первый взгляд, и глубокой мудрости этих занятий. Впрочем, что я вам рассказываю? Смотрите сами. Ведь лучше один раз увидеть, не правда ли? Куклотерапия – это оригинальный метод арт-терапии для детей и родителей, который позволяет решить практически любые психологические проблемы. По-научному этот метод называется «драматическая психоэлевация». «Психоэлевация» вообще переводится как «возвышение души», а «драматическая», потому что мы используем средства искусства, средства кукольного театра. Дети, которые приходят на занятия, уверены, что они осваивают актерское мастерство и учатся управлять куклами. В принципе, так оно и есть. Но в отличие от «драматического кружка», ко всему прочему, дети здесь учатся управлять и своими эмоциями. Ведь сюжеты, которые они проигрывают вместе с родителями, все действующие куклы и характеры этих кукол не случайны. А ночью Ваня проснулся от громких вздохов Декстера. Что с тобой? Пёс ответил. «Ты меня больше не любишь. Я тебе не нужен. У тебя есть щенок». Вы слышали, как кукла только что озвучила переживание ребенка, который ревнует свою маму к младшему братику. А в следующей сценке ребенок, то есть кукла, которой он управляет, убеждает собаку упорно тренироваться и не отказываться от своей цели. Выиграет в соревнованиях. Хотя порой, ох, как хочется все бросить. У-у-у-у! Как больно! Но ты не расстраивайся. Давай лучше еще разок попробуем. Нет, я не буду. Я не хочу. Нет, нет. Марсик, знаешь, как говорится в поговорке? Назвался груздем. Полезай в кузов. Надо все свои дела доводить до конца. Раз ты меня заставляешь, я прыгну. Но у меня ничего не получится. Ты себе скажи, у меня все получится. Очень хорошо. Главное правильно настроить. Ну вот, пожалуйста. Уже на первом занятии у ребенка появляется кукольный актер. Собака, которую ребенок шьет вместе с мамой из перчатки. И эта собака становится не просто любимой игрушкой, которой он будет управлять за ширмой. На самом деле мы не играем, а проживаем жизнь. То есть вместе со своими... Вот у нас такая замечательная собака. Это член нашей семьи. Первое время мы там, я не знаю, мы с ней спали, мы с ней разговариваем. Мы там, когда уходим, мы там прощаемся. Типа, до свидания, мы скоро вернемся. То есть вот у нас еще одно прибавление в семье. На третьем занятии фея дает ей волшебный характер. Собака имеет много достоинств, но один небольшой недостаток, одну небольшую проблемку. На самом деле это проблема ребенка, которую мы выделяем для работы. И ребенок имеет уникальную возможность посмотреть на себя со стороны. Причем он не знает о том, что собака это он. Родителям это говорится о том, что мы копируем поведение ребенка, чтобы он смог на себя со стороны посмотреть. И из-за поведения своей собаки ребенок попадает в всевозможные неприятные ситуации. Должен как-то на собаку воздействовать, как-то ее воспитывать. Поэтому в этом как бы уникальность вот этих вот сцен. Попадая в фантастические ситуации, кукла, которой управляет ребенок, часто наделяется такими качествами, которых у него еще нет. Если он немного трусоват, он становится смелым, героем, спасает кого-то. Жадный становится щедрым, то есть ребенок проигрывает идеальную модель поведения, которая остается у него в подсознании. И в конце концов преобразует его. Я хотел бы поблагодарить своего любимого хозяина, Вовочку, Володеньку, который мне, со мной занимался и объяснил мне, что самое главное – это доделывать все свои начинания до конца. Тогда всех ждет успех! Но этот путь преобразования порой бывает нелегким. Ведь самое главное – правильно поставить диагноз, выявить истинную проблему ребенка. Бывают очень проницательные родители и действительно попадают в точку. То есть они видят, что проблема в этом, она действительно оказывается в этом. Но очень часто родители сконцентрированы на внешнем проявлении этой проблемы. Так, например, приходит родитель, его беспокоят тики ребенка. Вот, тики. Начинаешь разбираться, разговаривать с родителем, там, ребенка смотреть. Родители при первой консультации заполняют анкету, то есть анализировать анкету. И выясняется в итоге, что причина возникновения психики тиков – это авторитарное поведение родителей в семье, это подавление воли ребенка. И как бы простит протест психики против вот такого насилия над ней. Вначале они попадают на первичный прием, как правило, к Татьяне Львовне, ну и иногда к другим психологам. А там тоже есть особая процедура, которая позволяет, помогает определить, да, собрать информацию о ребенке, о семье, о его проблемах, тоже в завуалированной форме, в форме игры за ширмой. И очень многое из этого становится понятным, что же все-таки на самом деле ребенка беспокоит и с чем работать. Каждый раз, проигрывая такие этюды, ребенок как бы выздоравливает. А этюды так и называются – лечебные. После этих этюдов ребенок выходит из-за ширмы и учится делать то, что обязан уметь делать любой настоящий актер. А должен он без слов изобразить любую эмоцию. Ну а зрители должны по выражению глаз и по мимике разгадать, о чем идет речь. Давайте отгадываем, что же показывает Володя. Какую же эмоцию первую? Смотрите, как он так прям внимателен стал, да? Сменяющаяся сосредоточенностью, да? В середине занятия – обязательный театр на столе, который показывают психологи. Это история о братьях и сестрах, примерных и скверных. И в какие только ситуации они не попадают. Вот, например, мальчики остались ночевать одни в саду, в палатке. И вдруг… А Петьке что-то не спалось. Он воротился сбоку на бок, и в голову его мысли… Лезли самые-самые тревожные мысли. Что ему могло казаться? Что сейчас придут террористы. Что террористы придут? Ой, не дай бог, да с автоматами. Так, еще что ему могло казаться? Что сейчас начнется война. Ой, ну возьми фонарик, выйди, посмотри. На, на тебе фонарик, вот он у меня под подушкой, иди посмотри. Нет, я один не пойду, я боюсь. Ну ладно, пойдем вместе. Ой, Иваночка немножко проснулся, они вылезли из палатки. Вот, подошли, а под деревом была куча листьев. Да, включили фонарик, а нет, такой яркий. Ой, а тут вдруг как снова зафурчало что-то и заскрежетало. Да, Петька отскочил, Петька, ну иди сюда. Давай, держи фонарик, а я посмотрю, что там под листьями. Иванушка начал разгребать листья. Ой, подумал, Петька там какая-нибудь сидит. Или крокодил. Да, например. Да нет, ну не может быть. Крокодил не водится, не водится. И когда Иванушка разгреб листья, он сказал, Петька, смотри, кто тут. А там сидел маленький ежик. Мы детям на пальцах объясняем, что такое хорошо, что такое плохо. То есть Катька и Петька себя ведут плохо, Аленушка и Иванушка себя ведут хорошо. И после этого идет обсуждение. Например, если у нас тема обидчивость, Катька с Петькой обижаются. И мы говорим о том, что тот, кто обижается, пропускает очень много интересного. Аленушка и Иванушка не обижаются, прощают, могут свою обиду преодолеть. И они остаются, получают какие-то блага. Причем Катька и Петька, вот эти отрицательные два персонажа, они постепенно преображаются. Раза они становятся все лучше и лучше. И на восьмое занятие они просто преображены. Незаметно пролетают полтора часа. Пора на перерыв. Ведь полное занятие длится три часа, а проводится оно один раз в неделю. У нас сегодня в студии один из авторов этой уникальной, не побоюсь этого слова, методики. Татьяна Львовна Шишова. Педагог, писатель, член Союза писателей России и член правления Российского детского фонда. Здравствуйте, Татьяна Львовна. Здравствуйте. Как пришла в голову такая идея создать такую методику? Ну, дело в том, что мы по своим профессиям, я педагог, моя коллега и подруга Ирина Медведева, психолог клинический, с опытом работы в психиатрической больнице детской. И мы с ней еще вместе драматурки. И вот когда мы с ней познакомились, мы стали вместе писать пьесы для кукольных театров. И так получилось очень удачно, что быстро наши пьесы стали ставить. Это было в середине 80-х годов. Мы много ездили на фестивали кукольных театров, очень много видели спектаклей. И вот тогда обратили внимание на то, что нередко актеры, выступая за ширмой, когда их не видно, и говорят имени куклы, очень хорошо играют. И даже бывало так, что актер выходит на сцену, держит куклу и говорит как бы за нее, и очень хорошо двигается, естественно себя ведет. Но потом он без куклы выступает. А сейчас современный кукольный театр, он бывает часто синтетический, где люди выступают в живом плане, не обязательно с куклами. И вот когда он выступает в живом плане и играет, вдруг он зажимается, и у него становится какая-то неестественная пластика, голос. И вот тогда нас это навело на мысль, что кукла, и тем более ширма, это есть такая психологическая защита. И мы подумали о том, как было бы, наверное, интересно придумать такую методику, которая помогла бы детям застенчивым, со страхами, преодолеть вот эти свои недостатки. Ну а потом, когда мы это уже создали, очень быстро к нам стали приводить детей самых-самых разных. Это были не обязательно застенчивые дети, а были наоборот дети такие расторможенные, агрессивные дети, которые демонстративно вели себя, вызывающие. Сейчас их, например, гораздо больше, чем застенчивых детей, потому что идет пропаганда такого поведения. И, в общем, сейчас эта методика применяется и нами, и нашими учениками для детей с самыми разными поведенческими отклонениями. А сейчас пришло время увидеть, что происходит на занятиях куклотерапии во время перерыва и после него. Перерыв на занятиях куклотерапии тоже имеет особое значение. В перерыве один психолог удаляется с мамами и папами в соседний кабинет. А второй психолог играет с детьми. Причем психолог играет, он не просто играет в какие-то абстрактные игры, да, а игры, психокоррекционные игры на повышение произвольного внимания, на развитие памяти, на скрепощение, на сплочение детей, на знакомство. Особенно в начале очень важный цикл. Дети не знают друг друга, зажимаются. То есть вот создается такая непринужденная атмосфера. И очень часто дети запоминают перерывы больше всего. А родители тем временем обсуждают с психологом наболевшие проблемы. Очень полезно мальчикам, когда папа рассказывает о своих детских страхах, да, вот как там, что папе что-то снилось, да. Получается, что папа, когда был маленьким, он тоже боялся чего-то, но папа сейчас вырос, и этого уже не боится. И у ребенка появляется надежда, что я когда вырасту, там, я тоже это преодолею. Пришло время разобраться и в собственных, внутрисемейных отношениях. Ведь чтобы добиться действительно стопроцентного результата, нужна активная помощь родителей. В присутствии родителей на занятии обязательные условия. Мало того, что родители еще принимают активное участие в занятии. В занятии, в репетировании, в показе сцен, в подготовке декораций. Таким путем гармонизируются детско-родительские отношения. Потому что зачастую, ну, наверное, это чаще всего, да, что проблемы детей, они идут от проблем семьи. Если родители прислушиваются к советам и пытаются изменить себя, да, свое поведение, свое взаимоотношение с ребенком, то успех будет обязательный и успех будет устойчивый. Тот, кто действительно хочет помочь своему ребенку, это понимает. Я бы сказала, что нам больше помогают взрослым в семье эти занятия. Помогают понять свое отношение к ребенку, свое отношение к мужу, отношение мужа к себе, отношение друг к другу. Так что больше, даже, может быть, нам в чем-то это помогло в семейных, в наших личных отношениях. Да, да, да. Получается, решаем не только проблемы ребенка, но и проблемы свои, понимаете. То есть тут же, ну, как бы, ребенок же невозможно разделить от родителей. Но вот заканчивается перерыв, и родители с детьми снова отправляются в путешествие детско-родительских отношений за сутью проблемы. Во второй части занятий все дети участвуют в одном спектакле. И все они проигрывают жизнь собак на волшебной планете. Главная цель этих собак – совершить подвиг. И каждый раз собаки совершают ведь какой-то поступок, попадая в самые невероятные ситуации. Но до настоящего подвига еще далеко. Они совершат его, но на последнем, восьмом занятии. Когда позади останутся два месяца упорной работы, и когда дети в состоянии будут понять, что такое подвиг. Что такое подвиг? Это героический поступок ради других. Точно. Это что-то очень тяжелое, что ты совершаешь, сложное и ради другого. А пока эти ребята и их родители анализируют каждый свой день. Тут есть какие-то замечательные моменты. Например, копилка добрых дел. То есть мы каждый день продумываем, вспоминаем прожитый день, что тоже очень полезно для ребенка. И мы это все записываем, и поэтому это как-то очень стимулирует делать больше добрых дел. В 28-м это накрыл на стол. Для всей семьи? Да. Очень хорошо. Молодец. А еще многие действительно заболевают театром, в хорошем смысле этого слова. У кого-то появляется мечта, а у кого-то хобби. Через неделю у нашего друга будет день рождения, и мы немножечко поменяем актеров, как называется, участников, поменяем имена. И обязательно покажем, как дополнительный подарок на дне рождения вот у Вовиного друга. Наш спектакль, который мы сегодня показывали. И вот сама идея кукольного театра, она тоже великолепна, потому что иногда даже не знаешь, чем с ребенком дома заняться, а кукольный театр всегда идет на ура. То есть все сажаются, зрители, мы артисты, мы репетируем. Сегодня мы даже репетировали с друзьями, им так понравилось. И в конце концов ты чувствуешь и видишь гармонизацию психики ребенка, о которой говорили психологи. А когда возвышается душа, любые проблемы становятся решаемы. И куклотерапия – настоящий помощник в душе. Татьяна Львовна, меня в вашей книжке очень удивила фраза такая, что почти любой недостаток можно возвысить до уровня достоинства. Расскажите, как же это так можно? Ну, понимаете, дело в том, что характер ребенка, он, конечно, формируется и под влиянием разных обстоятельств. Он может сформироваться в лучшую сторону, может сформироваться в худшую, исказиться. Но есть некие, как бы, врожденные, базовые особенности именно данной конкретной личности. Мы считаем, что это не нужно искоренять и не нужно это пытаться изменить, то есть одного человека сделать другим. А можно как бы повысить уровень личности. Ну, вот, предположим, есть многие дети, которые дерутся, которые проявляют агрессивность, но это все наносное. Если меняются подходы к ним, как-то, так сказать, меняются несколько условий в жизни, они становятся другими. Но есть дети воинственные, это есть действительно. И вот эту воинственность искоренять, давить ее, неправильно. Но, в конце концов, ну, если представьте себе, все будут такими кроткими, смиренными. А вдруг враги нападут, и тогда что? Особенно, если это мальчик. Но можно сделать так, что он не будет кидаться на кого попал. Вот кто-то его толкнул, и он уже в ярости считает его обидчиком и дерется со всеми подряд. А он будет защищать слабых. И это будет уже не недостаток, а достоинство. К такому парню будут тянуться люди. Но бывают люди действительно застенчивые. Они не хотят повышенного внимания, оно их утомляет. И пытаться сделать такого человека сверхобщительным. Особенно сейчас, когда вот это пропагандируется, когда у человека должно быть много якобы друзей, хотя много друзей не бывает. Это в основном такие приятели. Но вот пытаться его изменить, сравнивать с другими, и быть недовольным, что он вот такой, не такой, как хочется родителям. Это только невротизировать. Вот если ее, как мы говорим, элевировать, то есть возвысить до уровня достоинства, то этот человек будет скромным. Он не будет сверхзастенчивым, но он будет скромным. И в это есть очень много плюсов. И у него будут друзья, но их будет немного. Но зато он будет верный друг. Такие люди бывают часто глубокие, очень содержательные. Очень часто мы слышим, что надо принимать человека таким, какой он есть. И это трактуется так, что... Ну, принимайте его со всеми его недостатками. А если, ну, например, ребенок, ну, очень капризный, очень своевольный, дрочливый, ну, как его так принимать? Ну, даже родители будут пытаться ему все прощать, но от окружающих-то этого же нельзя требовать. А если все будут такие, и что, это же сумасшедший дом будет? Поэтому сначала надо понять, какой он в сущности. И вот такого человека, да, уже надо принимать и стараться повысить, облагородить его, повысить уровень его личности. Вот в ваших занятиях я была и снимала сюжет о куклотерапии. Я как раз это и увидела, что вот людям и родителям, и детям возвращается спокойствие. Они не думают, что что-то не так, потому что трудно жить с этим чувством и думать, ну, я вот такой, вот я такой скромный, а надо быть другим. И в этом, конечно, ценность большая. И спасибо вам, что вы разработали такую методику. Ну, слава богу. И, конечно же, я жду вас еще у себя в программе. Приходите к нам. Спасибо вам за вашу работу, за ваши книги и за участие в маминой школе. До новых встреч. До свидания. До свидания. Закончить сегодняшнюю программу мне хочется цитаты из книги Татьяны Львовны Шишовой и Ирины Яковлевны Медведевой. «Лечат не куклы, а люди. И исход лечения зависит не от антуража, а от желания и умения людей решить главную задачу. Встретиться со сложным душевным миром ребенка и, не упрощая этот мир, сделать его более гармоничным». И еще. Лучше один раз увидеть, чем услышать. Это несомненно. Но еще лучше хоть один раз, а то и два, и три побывать со своим ребенком на занятиях по методике куклотерапии. Присылайте, пожалуйста, вопросы, которые вы хотели бы обсудить в наших следующих программах по почте или на электронный адрес. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!